Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Сегодня бы я хотела вам представить такую технику вязания, как тунисское вязание. Тунисское вязание это техника, которая используется для вязания плотного полотна с помощью специального крючка, о котором я скажу дальше. Изделие, вот, кстати, пример такого изделия, точнее, не пример, а, скажем так, кусочек связанного полотна именно тунисским вязанием. Оно получается очень тугим, практически не тянется и не деформируется после стирки. Готовая вещь прекрасно держит форму, не вытягивается, то есть, когда вы будете носить ее, она не поменяет свой, скажем так, первоначальный вид. Вот. Эта техника очень простая. Вот. В данном случае я вам покажу, как вязать основу, то есть, тунисского вязания. Вот. Вяжется она с обычных ниток. Вот, получается, лицевая сторона. Вот такая. Вот такая вот изнаночная. Теперь по поводу крючка. Крючок, обычно, какой у нас крючок? Крючок мы обычно используем вот такой стандартный крючок, не сильно длинный. Для тунисского вязания существует специальный крючок. Чем он отличается? Ну, вот сравним. Вот крючок, которым мы обычно вяжем. Вот он крючок. Он у меня даже полностью не помещается на видео. Это крючок для тунисского вязания. То есть, он выполнен, как обычный крючок. Вот я специально взяла троечку одинакового размера крючки. Вот. Они одинаковые. Единственное, что крючок для тунисского вязания у него продолжение как спица. И на конце у него вот такая вот заглушка, которая позволяет нашим петелечкам не убегать. Если вы вяжете какие-то маленькие, допустим, кусочки тунисского вязания, из которых потом вяжете плед или еще что-то, тогда можно использовать и обычный крючок. Если же у вас вязание больше, чем на 10 петель, вот, допустим, как вот этот вот образец, он связан с 20 петелек. То есть, уже на вот этом вот маленьком крючке просто он не поместится и вам будет неудобно. Нитки будут смешиваться и будут мешать друг другу. Поэтому, если у вас есть возможность и вы хотите научиться вязать такой техникой, приобретите себе крючок именно для тунисского вязания. Они есть разного размера, то есть, так же, как и стандартные крючки. Вот. И разных материалов. Но чаще всего это у нас идет металл, вот, либо же пластик. Вот. Ну что, давайте начнем. Как обычно, мы подбираем крючок в соответствии с нашей пряжей, размер крючка, и начинаем вязать. Итак, для вязания образца я беру крючок. Могу брать тунисский. Если у вас будет до 10 петель, можете брать обычный. Я буду вязать образец из 10 петель, поэтому тунисский крючок я откладываю пока в сторону, беру обычный. Заодно, как раз вы увидите, что с обычным крючком тоже можно с этим вязанием справиться. Итак, для начала я набираю 10 воздушных петель. Ну, как бы, вообще, количество петель может быть неограниченное. Но в данном случае, если вы вяжете на маленький крючок, не больше 10. Если на большой, то там уже в зависимости от того, сколько петелек вам нужно. Первую петлю мы, как обычно, мы обычно затягиваем, но в данном случае мы ее не затягиваем. То есть она у нас будет как первая петля. 1, 2, не затягиваем петельки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот стандартная наша цепочка из воздушных петель. Теперь смотрите. Вот. Вот в эту петельку от крючка, то есть не в следующую, вот как бы, из которой мы выходим, а вот, получается, во вторую, вводим крючок за стеночку и вытаскиваем петельку. Вот таким образом. И оставляем ее на крючке. То же самое делаем со второй петлей. Раз. Вытянули, оставили. Следующая петелька протянули. Тоже петельки старайтесь не затягивать, потому что потом будет сложно провязывать. Так. Вот почему крючок для тунисского вязания, если вы делаете большое, скажем так, полотно, вам будет удобнее, более кстати. Потому что, вот видите, я набрала совсем немножко петель, еще даже до конца не дошла, у меня крючок практически полностью заполнен. Так. Продеваю так. И вот та петелечка, которую мы обычно затягиваем в вязании, мы ее тоже провязываем, чтобы вязание у нас было ровненьким. Вот что у нас получается. То есть, это фактически вязание лицевыми петлями на спицах. Кто вяжет на спицах, тот поймет. Так. Теперь смотрите. Мы захватываем ниточку и провязываем одну петлю. Вот таким образом. Дальше весь ряд мы провязываем по две. То есть, раз, два, провязали. Опять. Раз, два, провязали. Опять. Раз, два, провязали. То есть, вот таким вот образом, через две петелечки мы провязываем до конца ряда. Это самая простая техника вязания тунисского. Но, если ее освоить, то с помощью такой техники можно вязать и пледы, и коврики, и различные вещи. То есть, как бы это уже основа нашего вязания. Вот что у нас получилось. У нас получился вот такой вот второй ряд. Смотрите. У нас получились вот такие вот, как арки-неарки, вот такие вот петелечки. Вот теперь мы будем вязать в них. То есть, крючок, вот наша первая петля. Мы крючок вводим за нее и вытаскиваем петлю. И оставляем ее на крючке. Опять вводим в петелечку и на крючок. Вводим в петельку и на крючок. В петелечку и на крючок. Их очень хорошо видно. В чем большой плюс. Вот. То есть, опять мы набираем точно так же, как мы с вами сохраняли в первом ряду их на крючке. Точно так мы сохраняем и во втором. Вот теперь смотрите. Вот она наша предпоследняя петля. А теперь внимательно провязываем. Вот она, петелечка. Да? Которая последняя должна быть. Потому что, если вы ее не провяжете, у вас собьется количество петель и уже ваш квадратик будет неровным. Поэтому и опять вяжем одна, а теперь две петелечки провязываем. Раз, два. Опять. Раз, два. Раз, два. Вот таким образом провязывая каждый раз. Вот так. Вот у нас получился еще один ряд. Видите? Давайте провяжем еще один вместе. Еще раз напоминаю. Не затягивайте петельки, потому что потом будет тяжело. Вот эти вот образовавшиеся петли будут очень узенькие. Будет очень неудобно. Опять. Под каждую петельку мы протягиваем. Кстати, вот крючок, который тунисским вы будете, если кто приобретет и будет пользоваться, первое время, конечно, будет очень неудобно. Я до сих пор к нему привыкнуть не могу, потому что как-то привыкла, что крючок поменьше. Вот так. Опять вот она, наша предпоследняя петля. И опять очень внимательно. Вот она, наша кромочная. Вот так вот, что получается. И опять вяжем одна, теперь через две, через две, через две, через две. все точно так же повторяется. Вот. И вот смотрите, оно, вязание, может иногда немножко у вас как бы заворачиваться. Это не страшно. То есть потом, когда уже провяжется более плотное полотно, тогда уже заворачиваться не будем. Давайте провяжем еще несколько рядов. Уже, я думаю, самостоятельно, техника, я думаю, вполне проста и понятна. И посмотрим, что у нас получится. Вот. Я провязала еще кусочек. Получился вот такой вот квадратик. Вот. Ну, смотрите, у нас нужно, как бы, если вы уже довязали, вот квадрат, да, вот, определенного размера, вот эти вот петли нам нужно закрыть. Как мы это делаем? То есть мы опять вводим крючок под вот эту петельку, которая у нас образовалась, да, вот, и протягиваем ниточку через две петли сразу. Опять вводим крючок в следующую петельку и через две петли протягиваем. И таким же образом мы закрываем все петельки. То есть это закрытие петель, если вы уже закончили данный элемент вязания. Вот таким образом. Получается красивая, видите, окантовочка. Давайте провяжем ее до конца. Вот наша предпоследняя петелька. И вот, как обычно, в последнюю петлю, да, мы провязали. Вот теперь у нас уже законченный элемент получился. Вот. В дальнейшем, если вам интересно, напишите об этом в комментарии, если вам интересен такой вид вязания. Вот. Я хочу попробовать именно таким вязанием связать небольшой плед. Вот. Если вам интересно, интересен такой формат видео, напишите, ставьте пальчики вверх, лайки, подписывайтесь на канал. Вот. И будем с вами дальше развиваться. Приятного вам творчества. Всем пока-пока. До новых встреч.